Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что, буквально считанные даже уже не дни, а часы отделяют нас от наступления нового года. И мы готовимся не только нарезая салаты, но и готовимся выслушать рекомендации, советы, каким будет начало следующего года, к чему нам нужно быть готовыми, каким, не знаю, поворотом судьбы. Я знаю, что до 7 января будет продолжаться парад планет. Это очень важно. Астропсихолог Наталья Бушурова с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Взаимно. Мы тоже очень рады. И, конечно, спешим плельнуть ухом, можно сказать, к радиоприем, к наушникам, для того, чтобы внимать вашим советам и рекомендациям. И смотреть прямую трансляцию, чтобы не только ушами, но и читать по губам буквально всё, что произнесёт Наталье. Наталья, ну каким действительно выдастся начало следующего года? Насколько этот парад планет завершающийся окажет какие-то свои, внесёт коррективы? И к чему быть готовыми? С чего начнётся год? Год. Действительно, парад планет. У нас сильный акцент знака Козерога, мощный акцент знака Козерога. А знак Козерога – это стихия Земли. То есть это сдержанность, это структура, это порядок, это смысл вообще. То есть это план. Поэтому если мы говорим о планировании, а многие из нас, наверное, любят подводить итоги уходящего года и какие-то писать себе, не знаю, там, карты желаний составлять на предстоящий год, то сейчас очень хорошее время для того, чтобы действительно очень структурно подойти к этому. И очень здраво, вот ещё что, трезво. Сейчас трезвость – это норма жизни. Мечтай трезво, да? Мечтай трезво, рационально, да, не какие-то фантазии. Хотя искушение нафантазировать будет достаточно высоким. Намечтать, нафантазировать и так в этом положении и стадии и надолго задержаться. Почему? Потому что как раз сегодня у нас происходит очень важное событие. И в этих, ну давайте говорить, энергиях планетарных мы и начнём следующий год. У нас Юпитер, планета удачи, расширения новых возможностей, меняет знак. Сегодня Юпитер заходит в знак рыб. Мы жили предыдущий или текущий 2021 год под влиянием Юпитера в знаке водолея. То есть у нас там одновременно находился и Юпитер, и Сатурн. Вот этот революционный дух, дух противоречий, ветер перемен, которых уже наши сердца особо и не требуют. Он был очень интенсивный. Теперь это знак рыб. Знак рыб – это прекрасная территория. Территория – это медицина, это наука. То есть мы можем ожидать каких-то новых открытий в сферах, относящихся и к науке, и конкретно к медицине, и, допустим, к психологии, и к астрологии. И творчество, конечно, будет на колоссальном подъёме. Это культура вообще в целом. Это да. Но помним о том, что на территории знака рыб главная планета – это Нептун. А по Нептуну проходит также и масса искушений, иллюзий. Какие искушения по Нептуну? Излишества всякие нехорошие, как говорили в советском фильме. По-моему, это была бриллиантовая рука. То есть это алкоголь, это наркотики, это состояние изменённого сознания, это лень, это нежелание что-либо делать, это «хочу уехать подальше от всего этого», как я написала в своём прогнозе вчера, в глушь Саратов или в Мальдивскую глушь. Тут уже от кармана, от кошелька зависит. Но, тем не менее, «хочу отстраниться», будет это искушение. Уйти куда-то в мир иллюзорный. Да, но мечтать можно, и мечтать, возвращаясь вот к такому двойственному или двойному влиянию, с одной стороны, мы можем много намечтать, но давайте возвращаться в реальность и исходить всё-таки из вот этих самых реальных моментов нашей жизни, реального положения вещей. Я не совсем понимаю, не мечтать теперь, что ли, вообще? Меня как-то вот задели эти ваши слова про трезвое мечтание. Ну, это же мечты, они потому называются мечтами, а не, скажем, планами. Нет, очень хорошо, пожалуйста, мечтайте, только возвращайтесь в мир реальности. То есть здесь вот в чём может быть проблема, что ли, для некоторых из нас, не хочу сказать, что для всех или для многих, для некоторых, в том, что мы так и не вернёмся из этого мира иллюзий. Ну, условно, шлем одел вот этой вот виртуальной реальности и так и не вернулся обратно домой, где у тебя там двое детей, жена и работа. Я остался там, я там бегаю по вот этим улицам и стреляю зомби. Ну, главное, чтобы в реальности не выходить на улицы и не стрелять, кого ты принимаешь за зомби, ну, согласитесь. Сколько-то ни было детей, жён, тёщи и так далее, виртуальный шлем надел, и вроде как на Мальдивах сидишь, потягиваешь что-нибудь, цветную жидкость из большого кубка, и хорошо тебе. Вот с цветными жидкостями тоже нужно быть очень внимательны и осторожны. Конечно же, мы всё время об этом говорим в нашем эфире, осторожно со всеми жидкостями, и с эскапизмом тоже осторожно. На Мальдивы можно, но только ненадолго, так, чуть-чуть. В мечтах. Да. Ещё важный момент начала года, да, то есть мы уже все везде прочитали, что это будет год тигра. Но год тигра, если мы опираемся на традиции китайского гороскопа, китайского календаря, он наступит только в феврале. Первая новолуния в знаке Водолея. Всегда так, из года в год. И первая новолуния в знаке Водолея в этом году, в 2022-м, состоится только 1 февраля. Поэтому тигр придёт только 1 февраля. Это что сейчас означало? То есть, встречая Новый год, мы не забываем, что до прихода тигра ещё месяц. Ну, какие-то выводы из этого надо сделать. Может, перенести Новый год? А что? Ну, как раз сегодня мы говорили, что Пётр I в этот день, в 1699 году, перенёс Новый год. Давайте перенесём на 1 февраля. Ну, раз он всё равно наступает по китайскому календарю через месяц. У вас прям риторика Шарикова сегодня. Всё отобрать и поделить. Давайте перенесём Новый год. Наоборот. У меня риторика анти Шарикова. Все на Мальдивы. Потому что заслужили. Я исхожу от позитива. Что это значит? Александр сегодня хочет ясности. Да, вот это действительно. Хочется понимать, вкладываться в криптовалюту или нет. Когда наступит радость? У меня такой вопрос. Когда вы почистите от снега? Мы с вами сейчас проходим, как это, пять стадий принятия неизбежности. То есть, вот у нас было отрицание, гнев, торг. Ну, вот сейчас мы где-то между стадией депрессии и стадией принятия. То есть, я думаю, что 22-й год это будет такая стадия принятия нами вот этой неизбежности. И я очень надеюсь, что благодаря тому же Юпитеру в знаке Рыб мы научимся адаптироваться к этим новым условиям. Это очень важный момент. То есть, мы как бы сейчас, вот предыдущий год весь прожили, ну, в большинстве своём, с ощущением такими, мыслями такими. Ну, сейчас вот это пройдёт, сейчас, вот сейчас, и мы опять вернёмся. Я сейчас ещё подожду, я отложу поездки, я отложу много ещё чего, потому что оно же вернётся, как было. Как было, не вернётся больше никогда. Вот надо прожить эту стадию принятия и научиться также работать, путешествовать и всё остальное любить, творить, просто в новой реальности. Поэтому давайте вот 22-й год всё-таки нацелимся на стадию принятия этих новых обстоятельств, в которых мы все оказались. И уж, коли мы так часто цитируем различные фильмы, тут, мне кажется, наиболее уместно вот этот фрагмент. Подними руку-то, высоко-высоко так, опусти её, ну и, ну, как бы там было, бог с ним, с финским плащом. Ну, конечно, в оригинале звучало иначе, но всё-таки мы в прямом эфире. Да, вот такое тоже принятие, да и ладно с этим уже коронавирусом и микроном, как он стоит. И вы знаете, произнёс, стало легче. Прямо работает, Наталья, работает. Кому повезёт в первый месяц года? Каким знаком вообще в любви, с деньгами, с бизнесом? К чему готовится? Повезёт? Давайте так, у нас ретроградная Венера до конца января, до 30 января Венера в знаке Козерога, в обратном движении. Нам даётся возможность начать этот год и прожить январь в чём? Посчитать, просчитать, вернуться, вспомнить о хорошо забытом старом, что-то реанимировать. Реанимировать не просто что-то, а по темам Венеры. Это какие-то финансовые проекты, это, может быть, будут находки какие-то у нас чудесные. Где-то заначку спрятала и, ах, вот, нашла. Это могут быть возвращения к прошлым отношениям. Не обязательно здесь только о романтических каких-то любовных историях речь идёт. Вообще о старом партнёрстве, как в нашем с вами вот таком простом жизненном, так и на каких-то глобальных уже, в глобальных масштабах, государственных, допустим. Это может быть возвращением к прошлым договорённостям и к каким-то некогда, ну, не знаю, там, разрушившимся союзам, например. Это возможно. Насчёт, если любви, да, или там насчёт каких-то новых финансовых проектов, их лучше пока не затевать в январе. Венера ретроградна. А вот старое, да, старое очень даже реанимировать можно. Ну, это касаемо первого месяца, а потом приходит тигр и всё заиграет новыми красками. А потом приходит тигр, да, и я вот для себя, скажем, определила некую формулу, да, по которой хорошо бы нам, ну, не знаю, как прожить этот прекрасный год тигра. То есть всё-таки у нас хищник. Это год водного или, как многие пишут, водяного. У меня как-то это слух режет, водяной, да, год водяного, точка. Следующий год кикиморы, а потом лешего. Вот, год водного тигра. Часто попадается где-то, что это голубого или синего, но по сути, в принципе, годы, которые заканчиваются на двоечку, это чёрный, это чёрный водный тигр. Но я, это не совсем моя территория, да, восточный китайский гороскоп. Я всё-таки представитель западной школы классической астрологии. Но, тем не менее, девиз или формула. Определяем цель, предпринимаем усилия, получаем результат и отдыхаем. Вот, в принципе, то, как ведёт себя этот хищник, наверное, в дикой природе, в естественной среде обитания. Что-то я ещё хотела сказать про тигра важное. Да, очень важный момент. Не быть жертвой, ну, скажем так, и добычей. То есть не принимать для себя эту роль, на себя эту роль в течение года. То есть это пассивного какого-то наблюдателя, который вот, ну, всё как есть, так есть. Я здесь просто травку пощипать вышел. Вот как только мы просто будем щипать травку, тут же, в общем-то, тигр нас в качестве цели определит для себя. То есть надо вести себя проактивно и самому быть тигром? Of course. Right indeed. Thank you. Да, ну, и про бизнес-планы, значит, мы пока их откладываем, пока ретроградная Венера. С этим всё ясно. Никуда не откладываем. Вот здесь очень всегда такая, знаете, ошибка, что когда ретроградность, я лягу, буду лежать, и вот оно как есть, так есть. Нет, ретроградность — это всегда возможность более глубокого погружения, детального изучения. Венера в Козероге это считаем, считаем, рассчитываем, планируем, сами о себе напоминаем, с радостью встречаем всех тех, кто из прошлого появляется. Не значит, что мы всех их принимаем с распростёртыми объятиями, но мы как-то осмысленно к этому подходим. А вдруг в этом есть польза и смысл? Более того, в январе у нас ещё и Меркурий становится ретроградным. То есть он становится ретроградным 14-го числа, и тоже в знаке Козерога. Поэтому все меркурианские дела, если мы хотим им активного движения, документы, встречи, обсуждения, переговоры, знакомства, т.д. как всегда про Меркурий, торговля, купля, продажа, то лучше это сделать до наступления его ретроградности. А ретроградность его закончится уже в феврале. То есть с 5 февраля он снова становится директным. То есть исходя из этого, вроде бы выглядит так, что январь не особо способствует какой-то такой активности, бизнес-активности, то есть интенсивности какой-то. Скорее, это февраль. Вот там у нас будет новолуние, запуск Нового года Тигра, там у нас все планеты станут уже директными, и заживём мы как-то динамичнее. Ещё на январь имеет активное влияние тот самый аспект, под которым мы с большим удовольствием, ха-ха-ха, жили 2021 год. А именно это та квадратура, которую мы с вами не раз упоминали, между Сатурном и Ураном. Точная опять состоялась вот 24 декабря. Это, скажем, конфликт Сатурна. Это что? Порядка правил старого, стагнации, авторитетов, законов, власти с Уран, независимостью, свободой, новым, инновационным, передовым. И здесь опять нам такое, как сказать, предложение оформили звёзды. Они говорят, вы за кого? Вы на чьей стороне? Вы больше вот сатурнеанцы? Вы будете держаться за старое, вырастать туда корнями? Или вы всё-таки за новое, за Уран? Вы хотите перемен? И эти протестные такие настроения, одни сопротивляются, другие рвутся на волю, ещё сохранятся достаточно интенсивно и в январе месяце. В принципе, в 22-м году мы будем иметь дело с этими энергиями довольно интенсивно, вот зимой. К весне, ну так, более-менее стихнет эта история, и летом, может быть, вообще будет полегче нам, а потом очень интенсивно осень. И можно предположить, что ноябрь, ну будет, наверное, такой последней точкой вот этого жаркого, яркого противостояния, конфликта такого, в котором мы жили и 21-й год. А что это значит последняя точка? Значит, это какое-то разрешение, то есть разрешение конфликта. Каким оно будет? Коронавирус кончится. Очень хочется на это надеяться, надеяться, но тут, понимаете, всегда очень сложно с точки зрения астрологии коронавирус рассматривать, потому что традиционно вирусы у нас проходят под Нептуном, а этот вирус у нас не совсем нептунианского плана, он здесь очень большую завязку имеет и на такую планету, как Сатурн, который, как я сказала, относится к власти, к управлению, к структурам и к законам. Это все, что мне хотелось бы сказать по поводу характеристик этого прекрасного вируса. Но я надеюсь, да, что к концу года у нас пойдет все-таки на убыль вся эта история коронавирусная. Прекрасно. На убыль следующего года. Года. Еще одного. Убыль. Спасибо вам большое, Наталья, за эти замечательные прогнозы, восхитительные. В целом, я сделал для себя какой вывод? Интересно будет. Год ожидается интересным. И перед тем, как принять какое-то решение, надо хорошо подумать и все взвесить, все за и против. На самом деле, эти рекомендации, они же работают при любых ретроградных, неретроградных планетах и так далее. Перед тем, как что-то сделать, ты подумай. А когда нам нужно обращать внимание на свое здоровье? Вот какие, может быть, периоды наиболее опасны с точки зрения здоровья для человека? Вы у меня, почему-то соединение у меня было плохое. Я про здоровье спрашивал, в какие периоды, может быть, следовало бы обратить особое внимание на здоровье и постеречься. Давайте про январь, да, в данном случае. Да, про январь, да. Здесь полнолуние, да, полнолуние у нас особенно напряженное, и полнолуние у нас состоится 17 января. Вот вокруг полнолуния нужно быть очень внимательным всегда, а в этом полнолунии особенным. Почему? Потому что там у нас соединяется Солнце с такой планетой, как Плутон, очень интенсивный. И здесь особенно могут по здоровью быть такие, ну, негативные проявления у тех, у кого могут быть проблемы с давлением, с щитовидной железой. Вообще нужно быть осторожным, будет травматичный очень период, травмоопасный. Полнолуние такое, козерожье, да, с этим Плутоном. То есть это высока вероятность получения травм. Под вниманием вся костная система, позвоночник. Вот в январе на что хотелось бы обратить внимание. Вообще весь следующий год о здоровье тоже очень много. О чём? Главным образом о здоровье, знаете, как это, это слишком общее так или общо, это укрепление, укрепление иммунитета, собственных сил и так далее. То есть это принять для себя некую систему здоровья. Я себя укрепляю питанием, чем угодно, да, вот выбрать для себя какую-то систему здоровья, здорового образа жизни, если хотите. Хотим. Здоровый образ жизни хотим и аккуратные мечты о Мальдивах. Всё, мы это хотим и пожелать хотим в наступающем году вот этого добра и счастья и позитива, и здорового образа жизни. И богатства. И богатства. И здравого. Я ещё здравого. Можно? Конечно. Здравого. Вы уже напугали, что будет какое-то суперполнолуние в середине января. О, готовься. То есть все полнолунные вот эти вот неадекваты выползают, да? Это я ещё даже не начала пугать. Но вы же мне не даёте так много времени. И правильно, с другой стороны, а то наговорю лишнего. У нас ещё будет четыре затмения в следующем году. Но мы об этом, я надеюсь, поговорим подробнее перед каждым предстоящим месяцем. Разумеется, огромное спасибо вам за то, что периодически вы выходите в эфир, предупреждаете нас о подобных тонких материях, на что обратить внимание. Но в этом году, пожалуй, это был наш последний совместный эфир. Ещё раз огромное спасибо, что весь год провели с нами периодически. Желаем от всей души наших знаков и планет вам тоже прекрасного, удачного, успешного, красивого и здорового года. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо большое. До встречи уже в новом году. Ну и мы тоже, наверное, попрощаемся. Я ещё вернусь, напомню, с программой «Синема» в 11 часов. Слушайте радио «Болтко».